Привет! С вами Каска. Если ты играешь в Genshin, то ты конечно же знаешь, что вышло обновление 3.0. Многие игроки вернулись, у большинства из них есть проблемы с оптимизацией, то есть мало кадров, поэтому я решил записать ролик с подробной настройкой графики для Genshin, а также небольшой оптимизацией самой винды. Ты знаешь, что такое калибр? Не-не-не, не то, что у тебя в штанах, а в разы большее. Калибр это бесплатный онлайн шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как ПВЕ миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем Escape, далее настройки, переходим на графика, разрешение экрана. Оставляем по соотношению к твоему монитору. Если у тебя 2К монитор, но слабый ПК, то ставишь конечно же Full HD. Если у тебя наоборот Full HD и слабый ПК, то можешь поставить разрешение ниже. Допустим 1280 на 720, либо любое другое. Да, картинка ухудшается, больше становится пикселей, но FPS прибавляется почти в 2 раза. Частота кадров, выбираем 60, вертикальная синхронизация, отключаем. Хотя для слабых процессоров я рекомендую все-таки включать, потому что иногда, крайне редко, оно может слегка разгрузить твой процессор. Рендеринг, оставляем на 1.0. Ставить выше, либо ниже я смысла особого не вижу. Качество теней, ставим очень низкая, либо низкая. Постобработка, низкая, либо средняя. Эффекты, очень низкая, либо низкая. Детализация окружения. Для слабых ПК ставим минимальное, конечно же, для средних и выше, низкая, либо средняя. Сглаживание, кушает FPS и неплохо. Поэтому для слабых компов мы, конечно же, отключаем, для мощных оставляем на SMAA. Лично я для себя оставляю, потому что без сглаживания играть не могу. Объемный туман, ну отключить, отражение. Тут по желанию я отключаю, размытие тоже, по желанию я отключаю, свечение. Оставляю включенным, плотность толпы низкая. Эффекты членов отряда, тут я бы сказал по желанию. Можешь поставить частично, я оставляю включить. Поверхностное рассеивание. Ставим на среднее, для слабых ПК отключаем. Ну и анизотропная фильтрация, мы выбираем либо 8Х, либо же 16Х. На FPS, если влияет, то 1-2 кадра. Я же оставляю на 16Х. Дам еще пищу на размышления, которые могут повысить твой FPS. Это касается видеокарт только от Nvidia. Первая программка это Nvidia Inspector. Бустит тоже неплохо FPS, подходит больше для слабых компов. И Nvidia Image Scaling. Подходит больше для средних и выше ПК. Что первая программа, Inspector. Что вторая, Image Scaling. Бустит неплохо FPS. Просто вторая программка, она это делает менее заметно. То есть, картинка остается плюс-минус такая же самая. А FPS прибавляется почти в полтора раза. Как этими технологиями пользоваться? У меня есть два ролика на канале. По настройке Nvidia Inspector и по настройке Nvidia Image Scaling. Если будет интересно, все ссылки будут в описании и в правом верхнем углу. А мы же перейдем к небольшой настройке и оптимизации твоей системы. После настройки графики в Genshin мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки, приложение MSI Utilv3 и схема питания. Оптимизация в Windows 11 также сама работает и на десятке. Плюс-минус где-то разные параметры, но сама суть остается прежней. Сначала откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, тогда копируем команду. Нажимаем Pkm, копировать. Далее Pkm на пуск. Здесь находим Windows PowerShell Администратор. Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Если вдруг у тебя команда не вставляется, как и у меня, нажимаем просто Pkm. Далее все это закрываем, нажимаем поиск. Пишем панель управления, электропитание, показа доп. схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если вдруг у тебя начались проблемы с игрой, вылетает, черный экран, синий экран и так далее, тогда можешь поставить на высокая производительность. Если то же самое, то выбираешь баланс. В остальных же ситуациях все должно работать так как надо. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Для этого нажимаем Pkm, расположение файла, поднимаемся в самый верх и находим папку Genshin Impact, Game. Далее приложение Genshin. Нажимаем Pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Теперь мы копируем путь к самой игре. Нажимаем Pkm, копировать. Нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Как ты можешь наблюдать, все по сути то же самое, как и в десятке. То есть наши поисковые запросы абсолютно те же самые. Здесь мы нажимаем обзор. Вставляем наш путь. Приложение Genshin. Добавить. Далее параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. На десятке у тебя будет чуть выше обзора аппаратное ускорение. По желанию можешь его включить. На одиннадцатой мы нажимаем изменение стандартных параметров графики. И здесь можем включить аппаратное ускорение. Нажимаем Pkm на пуск. Диспетчер устройств. Здесь мы находим системное устройство. Опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Мы нажимаем Pkm и отключаем это устройство. Если у тебя есть Xbox Game Bar, по идее он есть у всех, но некоторые его отключают, удаляют через командную строку. Тем не менее, нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar. Запускаем. Нажимаем настройки. Создание клипов. И если у тебя стоит галочка на записывать в фоновом режиме, мы ее обязательно выключаем. Далее нажимаем крестик и закрываем. Следующее, что нам нужно сделать, это настроить нашу видеокарту. Если у тебя видеокарта от NVIDIA, нажимаем Pkm на рабочем столе. Показать доп. параметры. Далее, панель управления NVIDIA. Переходим на параметры 3D. Здесь ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть, ползунок влево. Переходим на управление параметрами 3D. Параметры ты можешь настроить как глобальные, то есть, это будет касаться абсолютно всех игр, так и программные настройки. Переходим на них. Далее нажимаем добавить, обзор. Ищем нашу игру. Genshin, Genshin Game, приложение Genshin, открыть. И здесь ты можешь уже сделать настройку. Допустим, GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Находим режим низкой задержки. Мы выключаем. Далее частота обновления твоего экрана. Высшая доступная. Теперь опускаемся в самый низ. Находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И антитропную оптимизацию с трилейной оптимизацией мы обязательно включаем. И нажимаем применить. Переходим на настройки Surround. Нас интересуют настройки PhysX. Если наша видеокарта мощнее, чем процессор, тогда выбираем нашу видеокарту. Если же наоборот, тогда ставишь автовыбор. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архив. Настройка видеокарты. AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройкой драйвера для твоей видеокарты. То есть, какие функции нужно включить и какие отключить. Мы возвращаемся назад. Находим приложение MSI Util V3. Нажимаем PKM. Запуск код имени администратора. Да. Здесь мы находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее, приоритет. Выбираем Hi. И нажимаем Apply. И закрываем. Открываем твики. Реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Занимает буквально 2 минуты. Ну или давай я покажу. Ладно, нажимаем поиск, пишем RegiEdit, то есть редактор реестра. Да. Нажимаем File. Export. Выбираем любую папку, которую ты запомнишь. Пишем 1, к примеру. И сохранить. Для того, чтобы вернуть файл реестра в исходное состояние, мы нажимаем File. Import. Выбираем наши файлы реестра. И нажимаем открыть. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Многим, кстати, как мне писали, бустят около 15-20 кадров. Но скажу, что это не у всех, потому что кому-то может быть наоборот хуже. Я не знаю, как это происходит, но так люди пишут, поверим им на слово. А в основном все наоборот лучше. Ну, для этого мы делаем бэкап. Game DVR 1. Нажимаем PGM. На 11 винде мы нажимаем открыть. Если 10, то у нас будет написано слияние. Нажимаем да, да и окей. Далее DVR 2 тоже PGM и слияние. Отзывчивая систему сетевой троттлинг и системный приоритет, то же самое. Нажимаем PGM, слияние, делаем подтверждение и вуаля. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Режим игры мы оставляем включенным. На 10 тоже, по-моему, написано режим игры, мы его оставляем включенным. Переходим на игры. Далее Xbox Game Bar. Мы его отключаем. Переходим в приложение. Приложение и возможности. На 10 ты переходишь в конфиденциальность. Опускаешься в самый низ. Находишь фоновые приложения. И здесь у нас, по сути, то же самое. Только на 10 это сделать проще. Потому что тут у тебя приложение, ты на него нажимаешь и у тебя отключается оно из фона. А здесь нужно сделать по-другому. Пишем в поиске Xbox. Находим, если есть Xbox, нажимаешь до параметры. Разрешение для фоновых приложений мы выбираем никогда. Возвращаемся назад. Снова пишем Xbox. То, что я говорю, что неудобно сделано. Нажимаем до параметры. Выбираем снова никогда. Возвращаемся назад. Снова пишем Xbox. И здесь у нас есть Xbox Live. Тоже нажимаем до параметры. И выбираем никогда. По сути, это касается всех остальных приложений. Если ты, допустим, не пользуешься там Edge, Microsoft Store. Тоже можешь нажать до параметры. И никогда не использовать для фоновых приложений. Это ты делаешь как на 10, так и на 11 винде. Все то же самое. Просто четко по-другому сделано. Ну и конечно же, необходимо обновить драйвера для твоей видеокарты. Потому что вышло обновление. И скорее всего, что AMD, что Nvidia там что-то подправили. Это делаем в 90% случаев. Остальных же можешь оставлять как и есть. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.